Щелковские депутаты провели 30-е заседание Совета. Первым вопросом повестки было принятие решения об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Московской области в муниципальную собственность городского округа Щелково. В документе шла речь о землях, на которых располагается и с которыми граничит СНТ Монинский садовод. Ранее именно здесь руководство УФСИН предлагало построить СИЗО, против чего категорически возражали жители. Теперь после окончательного перехода в муниципальную собственность этих земель на них СИЗО построено не будет. Это просто, конечно, счастье для городского округа Щелково, а именно для Монина и для нас тоже, потому что люди смогут оформить свои участки, мы будем им содействовать в этом. Ну и, конечно же, не будет СИЗО на территории, можно сказать, жемчужины авиации и Монина. Решению вопроса о передаче земли СНТ Монинский садовод в муниципальную собственность предшествовала большая кропотливая работа, проделанная администрацией городского округа Щелково. Ее логическим завершением стало утверждение передачи земли Советом депутатов. Присутствовавшие на заседании жители выразили благодарность представителям муниципальных органов власти за поддержку в решении вопроса о землях садоводческого некоммерческого товарищества. Хочу сказать, что вот на протяжении столь длительного времени мы все время чувствовали поддержку и Совета депутатов Щелково и администрации Щелково. Также на заседании депутаты привели целый ряд нормативных правовых актов, действующих на территории муниципалитетов в соответствии с требованиями законодательства. Так, в положение о территориальном общественном самоуправлении добавлены слова о наделении ТОСов правом инициирования муниципальных проектов. Такое же право предоставили депутаты и старостам сельских населенных пунктов. Изменения внесены и в положение о контрольно-счетной палате городского округа. Теперь ее председатели, их заместители и аудиторы не могут назначаться при несоблюдении целого ряда ограничений, в том числе и при прекращении гражданства Российской Федерации и при получении гражданства иностранного государства. Помимо этого, приведение устава округа в соответствии с нормами федерального законодательства потребовало внесения в главный документ муниципалитета дополнительных изменений. Для их обсуждения депутаты назначили на 8 июля публичные слушания. Андрей Циханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.